Жизнь, чтобы кипела. На самом деле уже все придумано до нас. В поварстве есть один самый большой минус. Ты работаешь тогда, когда все другие отдыхают. Надо выходить иногда, я считаю, что из зоны комфорта. Я первый раз там увидел королевских креветок, я просто там обалдел черной икры, там просто банками. Один из, наверное, важных факторов в моей жизни. Не люблю обманывать, честно. Я очень рада по жизни, мне всегда попадаются хорошие люди. 5-6 лет мама мне оставляла там хлеб, я делал обминку и полностью выпекал. На самом деле не вру, честное слово. На первом месте у меня стоит семья. Это дочь, жена. Сейчас неделю отдыхал, я провел чудесное время с дочкой. Мы каждый день там писали. Первый класс скорой идти. Прописи, не прописи. Им для меня это доставляло единственное реально удовольствие. Показать ей, как пусть пишется там эта буква. Порадоваться за ее какие-то успехи. Добрый день. Меня зовут Валентин. Сегодня мы находимся вместе с вами на кухне ресторана «Утки в котелке». Я работаю с открытия. Порядка 4-х лет. Родился я в Средней Азии. Город был, есть такой Джалал Аббат называется. Это в Киргизии. Очень круто там. Прям лето. Фрукты, персики спелые. Дыни, арбузы. Просто мечта. И все так дешево. По сравнению с российскими ценами. В общем, мы жили там. И в первом классе мои родители переехали на север. Это в Тюменскую область. Город Мифтюганск. То есть из тепла я переехал в зиму. И что мы будем кушать? Ну, Россия вроде сама себя обеспечивает. И в России есть хорошие, качественные продукты. Это камчатский краб. Мы его заказываем в фаланге. То есть это называется кости краба. То есть это одна правая часть и левая. То есть они достаточно крупные. Калибруются по размеру. Мы берем, стараемся самых крупных брать. И уже разделяем. И делаем из них заготовки на салат или на суп. И там я учился до 9 класса. В обычной средней школе. После 9 класса встал вопрос, куда идти учиться. Я всегда как-то близко был к готовке. Дом помогал маме всегда на кухне. Даже там в 5-6 лет мама мне оставляла там хлеб. Я делал админку и полностью выпекал. На самом деле не вру, честное слово. У меня у мамы, мой дед, он был шеф-поваром. В то время не был шеф-поваром. Просто был поваром в столовой. Вот. Я помню с детства, как он лапшу очень тонко резал. Всегда делал лапшу. Резал руками. Пекинская утка всегда готовится у нас с головой. У утки есть 1 грамм мозга. Мозг находится вот в этой части. Соответственно, когда мы ее разрезаем, две половинки по 0,5 получается. Можно добавить сахар, глюкозу. Мы добавим с вами мед. Мы добавим с вами мед. Это будет такая глазурь, которая будет покрывать утку уже, грубо говоря, перед приготовлением. Я хотел на автослесаря почему-то пойти. Тоже у меня папа автомеханик. И вторую часть жизни я проводил у папы в гараже. То есть занимаюсь мототехникой. Очень болел я мотоциклами до весь сих пор. Родители сказали, что зачем тебе это необходимо? Ну, 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 типа постоянно в автосервисе грязь, там не грязь. На кухне ты всегда будешь чистый, опрятный и, главное, сытый. Ну, вот. И сдали мы экзамены. Все, я пошел учиться. Мне очень понравилось учиться на повару. То есть у меня на практике прям открылся талант. Я понял, что это мое, мне это нравится, я хочу этим заниматься. Вот, соответственно, наша уточка, она висела 4 дня. Утку выращивают в Торстане, достаточно в больших объемах. Ко мне, по крайней мере, ну, много человек приходило и спрашивали насчет именно пекинской утки. Как готовишь, как делаешь то или иное? Повара не выходят на тебя напрямую. Не, ну, на самом деле, зачем скрывать, если, ну, мне не сложно никогда не скрывать рецептуру тех или иных. Необходимо спроси, там, ну, сейчас инстаграма нет, ватсап, если есть номер, я всегда чем смогу, тем помогу. И после окончания обучения я поступил в Казань, в КАХТИ. На пищевой факультет, на инженера-технолога, переработки мяса и мясных продуктов. Я учился до 4, до 3 курса. Потом, после 3 курса по семейным обстоятельствам, в общем, мне надо было переехать в Питер. И я перевелся на заочное отделение в Питерский технологический государственный университет, на ту же самую специальность. Пожил там 2 года, закончил университет и переехал в Самару. В Самаре жил. Но я не работал поваром, приехал в Казань и думаю, чем бы мне заняться. Позвонил своему другу арт-директору. Был такой ночной клуб «Феникс» в тандеме, если не помню, не изменяет. Был мне там арт-директор знакомый, я его Стас. Нужны ли вам повара? Он говорит, нужны. И я решил начать все заново. По жизни, как сказать, я иду. Многое беру из семьи, из воспоминаний, потому что все наши вкусовые предпочтения складываются, я думаю, в детстве, когда нам бабушка или мама готовила. Это для нас и для меня является такой основной кухней, которая самая вкусная, которую всегда хочется есть. И в нашем детстве мороженое было. Было мороженое и всегда была бы такая бумажная наклейка, которую я брал и обязательно облизывал. И когда у меня возникла идея сделать десерт со вкусом, мороженое со вкусом чак-чака, я сразу подумал о этих наклейках. То есть мы сделали логотип ресторана, печатаем на пищевом принтере, на вафельной бумаге. И получается, эту бумагу можно съесть. И мне предложили панораму устроиться. Как раз Константин уходил. Рыжейкин – это один, наверное, известнейших, из лучших шеф-поваров в Казани. И там проработал 4-5 лет, наверное, тоже достаточно интересный такой опыт. Мы там кормили большие площадки, мы Эрмитаж кормили там порядка до 2000 человек в день. Все было морожено. Работа идет, повара есть. Все, слава богу. Но вот просто мне не 40 лет в тот момент было, но и не сейчас. Я к тому, что рано просто сидеть и, грубо говоря, пожимать плоды, пожимать плоды. Хотелось еще что-то придумать. Я не говорю, что там нечего было придумать. Но в целом работа шла уже налажен процессом. Поступило предложение мне, что люди ищут шеф-повара. Мы с ними встретились, я их покормил, мы познакомились. Очень хорошие люди. Мне очень радует по жизни, мне всегда попадаются хорошие люди. Для меня было бы хорошим показателем, если бы наш ресторан получил мусленовскую звезду. Я был бы очень рад, если бы критики оценили мою еду. Сложно сказать. О чем я мечтаю? Я мечтаю больше времени проводить с семьей. Хочу еще детей.